Меньше двух недель остается до одного из самых крупных фестивалей бардовской песни в России, Гренландии. Вот уже более 20 лет на фестивальной поляне в Башарова собираются исполнители и любители авторской песни. О том, как проходит подготовка к фестивалю, что нового ждать гостям Гренландии, в нашем следующем материале. Рамиль Бадамшин – один из самых эмоциональных российских бардов. В этом году он не только гость фестиваля Гренландии, но и член жюри. На встречу с журналистами Рамиль пришел с гитарой и спел песню, которую уже нарекли гимном Гренландии. Гренландия – это Гренландия, живет страна Гренландия. Душевность и простота – хорошие песни о доброте и любви. Наверное, именно это каждый год привлекает на фестивальную поляну в Башарова десятки тысяч людей. Географию участников в этом году удивляет обширностью. Грозный, Сургут, Новосибирск, Иркутск, Калининград. Музыканты приедут практически со всей России. Будут исполнители и из ближнего зарубежья – Белоруссии, Украины, Латвии. Каждый год фестиваль открывает новые имена и дарит встречи с уже полюбившимися бардами. В этом году состав гостей представлен совершенно в полном объеме. В том плане, что авторская песня меняется в ногу со временем, трансформируется. Здесь у нас и титаны, скажем так, жанры. Это Вадим Валерий Мещуки, Галина Хомчик, Костя Тарасов, Александр Мерзоян, Дмитрий Богданов. Вообще песня нашего века – проект, который не имеет аналогов в мире. И вообще фестиваль планируется проводить именно в таком формате, чтобы люди пели. Чтобы пел каждый, кто приехал, чтобы каждый увез с собой частичку в душе. Много заявок в этом году поступило и от молодых исполнителей, которые в своем творчестве расширяют границы авторской песни. Ищут себя в разных стилях – этно, кантри, романсе, художественном чтении со сцены. Концерты будут проходить одновременно на нескольких площадках, практически в круглосуточном режиме. Поэтому организаторы позаботились и о тех, кто приедет на фестиваль на автобусе. Для тех участников и гостей, кто поедет на общественном транспорте, будут выделены дополнительные рейсы ночные, для того, чтобы участники могли уехать после гала-концертов. Это автобусный маршрут номер 143, стоимость билета 47,50 на человека, плюс 26 рублей – это стоимость багажа. В предфестивальные дни Полянов-Башарова готовят к принятию гостей. Уже скошена трава, территория обработана от клещей. Во время мероприятия будут дежурить наряды УВД и спасателей. В этом году фестиваль «Гренландия» стартует 19 июля и продлится по традиции три дня. А чтобы его немного приблизить, для кировчан уже в эту пятницу и субботу организуют концерты бардовской песни, которые можно будет услышать на набережной Грина. Юлия Шалаева, Игорь Охотников, Вести, Киров.